Уважаемый зритель! Он в последнее время все громче заявляет о себя и претендует на лакомые куски в Краснодарском крае и в Ростовской области. При этом Эдик нашел поддержку у бывшего окружения деда Хасана. Как рассказал разбалтый источник, знакомый ситуацией, последние месяцы Эдуард Асатрян находился на Донбассе, бывая в Москве и на Кубани наездами, где выстраивал отношения с местным преступным миром и представителями бизнеса. По возвращении он, как полагают собеседники агентства, попал в список неприкасаемых для силовиков воров в законе. Задержание ему в обозримом будущем не грозит, если Аситрина, конечно, не выйдет в своей деятельности за определенные рамки. После возвращения из длительной командировки Асатрян заметно преобразился и явно видит себя претендентом, если не на пост вора в законе номер один, то на место в самой верхушке российской мафии. По Москве он стал передвигаться исключительно на сопровождаемом машинами с охраной бронированном мерчаде С-Бен С-класса в кузове W-222, стоимость которого составляет около 30 миллионов рублей. Аситрине удалось собрать вокруг себя бывшее ближайшее окружение Аслана Усаяна, дед Хасан, являвшийся до своей гибели от пуль киллера вором в законе номер один. В частности, его часто можно встретить с криминальными генералами Вагифом Сулеймановым, Вагиф, и Дмитрием Чентурия, Мирон. Также Асатриан постоянно общается с законником Олегом Шишкановым, Шишкан, последний, впрочем, тесные отношения с Аситриной не афиширует, поскольку может оказаться в непростой ситуации. Перед посадкой Шакра Шишкан сблизился с ним. Калашов даже был крестным одного их появившихся на свет близких родственников Шишканова. Сейчас Шишкан является главным претендентом на место вора в законе номер один, и Калашов не возражал против его кандидатуры. А Аситрина же фактически начал наступление на клан Шакра. По словам источников Разбалта, под удар Аситрины попали три ближайших к Калашеву законника, с которыми он связан и родственными узами, Давид Азманов, Дата, Нодар Асайян, Нодар, и Шалва Азманов, Куса. Их главной вочиной всегда являлись Краснодарский край и Ростовская область. Однако в последнее время к бизнесменам, преимущественно этническим армянами и грекам, стали наведываться ходоки от Асатрина, объясняя, что отныне коммерсанты, отказавшись от покровительства Дата, Нодара и Куса, должны быть под опекой Аситрины. Несколько раз дело уже чуть было не доходило до разборок. Собеседники агентства полагают, что пока Калашов находится в Москве, пусть и в СИЗа, Асатриан напрямую войну с кланом Шакра не решится и родственники последнего в целом смогут держать удар. А дальше все будет зависеть от условий содержания Калашова в колонии. Если он там окажется полностью отрезанным от любого общения с внешним миром, в СИН это вполне под силу и в этом направлении принимаются определенные шаги, то руки у Асатрина кажутся фактически развязаны. Тогда ситуация перерастет в настоящую криминальную войну. Стоит отметить, что в свое время Асатрина был фактически человеком номер два в клане деду Хасана. Однако потом он вопал у Кусаяну. Официально конфликт якобы произошел из-за персон нескольких законников. Стоит, однако, отметить, что в криминальном мире тогда обсуждали, что Асатрн попал в немилость к деду Хасану из-за своей активности на Кубани и в Ростовской области. Подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...